«Все, идем, идем, идем. Куда-то вроде нам туда надо». Таким Сергея Корсакова и запомнили. Молодым и добрым. Он всегда улыбался. Как говорят о нем близкий, был не по годам взрослым. Поэтому сам принял решение пойти на службу по контракту. В январе этого года он хотел приехать в отпуск, но в декабре 2022 погиб. Его мама принесла вещи в школьный музей, чтобы помнили каштана. Такой позывной себе он взял. Получилась такая смешная история. В детстве он увидел дерево, и с пацанами они решили на спор попробовать. Кто попробует? Ну, Сережа, как обычно, впереди планеты всей. Говорит, давайте я попробую. Он попробовал этот каштан. Ему стало не очень хорошо. После этого случая друзья так и начали называть Сергея Каштан. Учителям он запомнился, как озорной мальчишка. Он бегал по кругу внутреннего дворика маленького у нас в школе, а бабушка бегала за ним, потому что она хотела, чтобы он поддался на уговоры и зашел в школу, сел за парту. Но Сережа бегал, причем он бегал очень долго. И бабушка уже устала за ним бегать, поэтому мы его оставили в покое. И когда мы его оставили в покое, он согласился зайти в кабинет. Он всегда возмущался по поводу того, что неправильно фамилию учительницы по музыке называла его Корсаков. И вот он всегда по этому поводу возмущался, всегда приходил, жаловался. Вот опять меня неправильно назвали. Он делал все быстро, контрольные работы. Он писал на четыре, у него голова соображала, поэтому он работал быстро, всегда торопился какие-то общественные дела делать. Повзрослел Сергей Корсаков в девятом классе, говорят сотрудники школы. Сережа увлекся форпостом, и он изменился. Вот у него были такие бурные, бурное такое время, седьмой, восьмой класс. А вот буквально в девятом это стало таким хорошим, нормальным учеником, честным. В школе всегда много прекрасных детей, но среди них всегда есть те, которые как-то особенно заметны. Они выделяются своим неравнодушием, активностью, своей такой яркой жизненной позицией. Вот такой был Сергей. Младший брат Сергея мечтает надеть его форму, быть таким же патриотом. Впрочем, о нем рассказывают не только родные. В школе есть уголок, который посвятили каштану. Планируется, что в школе номер 15, в которой учился Сергей Корсаков, будет установлена мемориальная доска, а еще парты героя, за которой будут сидеть ученики, которые этого достойны. Эльмира Гайнудин, Кирилл Хабзей. Новости. Набережная Челны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова